Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Как всегда, мы стараемся держать вас в курсе самых актуальных событий в мире российского шоу-бизнеса и политики. Сегодня у нас особый выпуск, посвященный важным кадровым перестановкам в Министерстве обороны России. Изменения, которые произошли, обещают существенно повлиять на будущее нашей армии и всей страны. Как и сообщали инсайдеры, перестановки в Министерстве обороны продолжаются. Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны Андрея Белоусова. Белоусов, в свою очередь, активно укрепляет свою команду специалистами, что вызывает осторожный оптимизм у военкоров и экспертов. Сегодня мы расскажем вам обо всех подробностях этих значимых изменений. Своих должностей в Министерстве обороны России лишились Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. На их место пришли новые люди – Леонид Горнин, который стал первым заместителем министра, а также Анна Цивилёва и Павел Фродков, назначенные заместителями министра. Эти назначения вызывают большой интерес и много вопросов, ведь команда Белоусова усиливается довольно неожиданными кандидатурами. Это специалисты, с которыми новый министр обороны будет выстраивать новые стратегии строительства вооружённых сил. Всё идёт по плану, ведь в ведомстве в последнее время наблюдался кадровый застой, когда ведущие чиновники по несколько лет находились на одних и тех же местах. И это, мягко говоря, не очень хорошо сказывалось на эффективности работы их направлений. Такое мнение выразил председатель Президиума общероссийской организации, офицеры России, герой России Сергей Липовой. Он подчеркнул, что сейчас идёт кадровая перестройка, набирается новая команда, которая будет выполнять поставленные перед ведомством задачи. А их накопилось достаточно. Кто же они, эти новые лица в Министерстве обороны? Давайте разберёмся вместе. Леонид Горнин, ранее занимавший должность первого заместителя министра финансов, теперь первый из министра обороны. Вся его карьера завязана на финансово-экономической деятельности. Тут без лишних слов всё понятно. Деньги – кровь войны. Горнин возьмёт на себя весь комплекс вопросов финансового обеспечения русской армии. Главная задача – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств. Анна Цивилёва, возглавляющая фонд «Защитники Отечества», оказывает помощь ветеранам спецоперации от юридической до медицинской. Теперь она будет решать вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Павел Фродков, первый заместитель управляющего делами президента, окончил Московское Суворовское военное училище, Академию ФСБ России и факультет мировой экономики дипломатической академии МИД России. Он будет заниматься вопросами управления имуществом, земельными ресурсами и строительства объектов для нужд Минобороны. Военкоры пишут, что если сняли Цаликова, то изменения будут, и они будут кардинальными и позитивными. Новые назначения говорят о повышении значения Министерства обороны в системе России. Приходят свои, и итоговая конфигурация покажет многое в раскладах и новом балансе сил в стране. В ближайшее время ожидается еще несколько назначений, так как Путин подписал указ, согласно которому в ведомстве будет 12 заместителей министра вместо 10, в том числе два первых замминистра. Ключевой момент, кто будет вторым первым. Не нужно забывать, что Министерство обороны – это не просто ведомство, а одно из министерств, непосредственно подчиненных главе государства. Президент перестраивает управление оборонным ведомством, опираясь не на лампасы, а на тех, кто умеет считать, обратил на это внимание обозреватель Царьграда Андрей Перло. Он делает оборонную отрасль экономически эффективной. Видимо, Минобороны действительно должно стать точкой сборки, фокусом для всей экономики России, а ПК локомотивом экономического роста. Иначе такие назначения необъяснимы. Изменения в высших эшелонах власти столь стремительны, что уследить за ними сложно. Напомним, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин и Андрей Белоусов провели совместное совещание по поставкам беспилотников. Хотя нехватка дронов в армии – одна из самых значительных проблем. Дроны для пехоты до сих пор в массовом порядке закупают, прежде всего, волонтеры. Новому министру предстоит не только связать сеть народных оборонных производств и научить чиновников их координировать, не подчиняя и не включая бюрократический контроль, но и научиться взаимодействовать с информационными волонтерами ради общей цели победы на всех фронтах. Военкор Алехин уверен, что первый шаг Андрей Рамович уже сделал, встретившись с рядом военкоров. Второй шаг он сделал, уволив Цаликова, который очень много попил крови независимых информационщиков. Назначения в Минобороны означают, прежде всего, усиление контроля над расходованием средств. При этом министерство приобретает огромный вес ввиду значимости пришедших в него фигур. И Фродков, и Цивилёва обладают весом в элите нашей страны. Об этом Царьграду рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков. Леонид Горнин и Олег Савельев, очевидно, профессионалы в сфере контроля за финансами, что также свидетельствует о внимании государства к этой области функционирования Минобороны. Отдельно стоит отметить, что фонд Цивилёвой, защитники Отечества, проводил и проводит огромную работу с участниками СВО и их семьями. Этот опыт очень востребован государством. И снабжение военных, и социальные гарантии им самим и их близким будут в зоне особого внимания. Многие эксперты и военные аналитики оценивают кадровые перестановки в Министерстве обороны позитивно. Так, военный эксперт Сергей Простаков отметил, что новые назначения свидетельствуют о стремлении государства к усилению контроля над финансовыми потоками и эффективности управления ресурсами. По его мнению, назначение Горнина и Фродкова указывает на серьёзные намерения государства сделать оборонный комплекс более прозрачным и эффективным. Военкоры, которые активно освещают события в Министерстве обороны, также выражают осторожный оптимизм. Они подчёркивают, что новые назначения могут привести к значительным улучшениям в работе ведомства. Военкор Алехин, например, считает, что увольнение Цаликова и приход новых специалистов, таких как Горнин и Цивилёва, будут способствовать более активному взаимодействию с информационными волонтерами и улучшению координации между различными подразделениями Минобороны. В ближайшее время ожидается ещё несколько назначений, поскольку в ведомстве будет 12 заместителей министра вместо 10, в том числе два первых замминистра. Это говорит о том, что структура управления Министерства обороны продолжает развиваться и адаптироваться к новым вызовам. Ключевым моментом будет назначение второго-первого заместителя, который будет работать в тесной связке с Леонидом Горниным. Изменения в Министерстве обороны России демонстрируют серьёзные намерения по реформированию и укреплению вооружённых сил страны. Новые назначения призваны повысить эффективность работы ведомства, улучшить финансовое управление и обеспечить социальную поддержку военнослужащих. Леонид Горнин, как первый замминистра, будет ответственен за все финансово-экономические вопросы Министерства обороны. Его ключевая задача – обеспечение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. Эксперты отмечают, что это направление деятельности является критически важным, особенно в условиях современных вызовов и необходимости укрепления обороноспособности страны. Анна Цивилёва, возглавляющая фонд «Защитники Отечества», займётся вопросами социальной и жилищной поддержки военнослужащих и их семей. Её опыт работы с ветеранами спецопераций, а также глубокое понимание нужд и проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие, будут крайне полезны в этой роли. Под её руководством будет разработана и внедрена новая программа социальной поддержки, которая, как ожидается, значительно улучшит условия жизни военнослужащих. Павел Фродков, имеющий опыт работы в управлении делами президента и академическое образование в области мировой экономики и безопасности, будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами и строительством объектов для нужд Министерства обороны. Это включает в себя не только строительство новых объектов, но и модернизацию существующих, что позволит повысить боеготовность и оперативность российских вооружённых сил. Мы будем продолжать следить за развитием событий и держать вас в курсе всех новостей. Мы будем внимательно следить за дальнейшими изменениями в Министерстве обороны и держать вас в курсе всех новостей. Спасибо, что были с нами и до новых встреч на нашем канале.